Всем привет, с вами канал Страна Игрляндия, и сегодня у нас обновление в Саббейс Сёрф, которое называется Перу. Ребята, чтобы вы понимали, Перу это страна в Южной Америке, и естественно у нас сегодня будет новый персонаж, и его зовут Харлос. А также в сегодняшнем забеге у нас будет участвовать очень симпатичная зомби Зои. Специально для сегодняшнего забега Зои купила новый костюм, хотя этот костюм я бы назвал скорее всего костюм дамо-хозяйки, но Зои в нём смотрится очень хорошо. А вот Карлос, скорее всего, у нас альпинист, ведь в Перу есть горы, которые называются Анды. И он, скорее всего, немножко перепутал, ведь сегодня у нас не восхождение в горы, а забег по железнодорожной станции. И игра наша называется Саббейс Сёрф. Так что плюс ко всему мы ещё будем кататься на досках для сёрфинга. Кроме того, что мы на них катаемся, они ещё служат своеобразной страховкой. То есть, если герой врезается в какое-нибудь препятствие, доска для сёрфинга исчезает, но герой может продолжать свой забег. У Зои оставалось треть действия чудо-кроссовок, но она снова подбирает новые кроссовки и может с радостью перепрыгивать железнодорожные вагоны. Ведь кроссовки помогают очень далеко и очень высоко прыгать. Карлос подбирает магнит и очень вовремя я вам скажу, он смог собрать все монетки с трёх путей. А теперь немного статистики. Ребята, давайте-ка посмотрим, каких результатов смогли добиться наши герои. По количеству баллов результаты практически идентичны, по 82 тысячи баллов. А вот по количеству золотых слитков у нас лидер Карлос. Он набрал 500 золотых слитков, в то время как Зои всего лишь 390. Но основным критерием, по которому мы будем определять победителя, это время нахождения на трассе до ошибки. Как только герой совершает ошибку, мы автоматически фиксируем количество баллов, которые он набрал, а также количество золотых монеток. Если герой, который находится на трассе, не совершал ошибки, и в него больше баллов, а также больше собранных монеток, он является победителем. Ну а пока они собирают монеты, мы можем насладиться видом железнодорожного вокзала в Перу. Правда, особой красоты и изысков я не замечаю. Единственное, что видно вдалеке, это горы. А вот туннель меня впечатляет немножко больше. Ведь в туннеле, прямо в туннеле, вы представляете, есть водопады! Представляете, если бы вправду так было? Едешь на поезде, смотришь в окно, а по сторонам вокруг тебя водопады! Вот это красота! Ребята, а вы бывали в горах? Напишите мне в комментариях. Мне очень интересно знать, и еще, нравятся ли вам горы? Мне очень нравятся. Правда, не очень высокие. Такие, чтобы максимум до полтора километра. Чтобы можно было наслаждаться лесом. А также, чтобы было легко дышать. Ну вот, сейчас наши герои сравнялись по количеству набранных баллов. По количеству собранных монет на данный момент лидирует Карлос. Я смотрю, Зоя очень серьезно взялась за дело. И сейчас уже даже смогла обойти Карлоса по количеству набранных баллов. А вот по количеству золотых монеток еще немножко отстает. Так что на данный момент у нас смена лидера. И лидер сейчас Зои. Хотя вы знаете, лидерство сейчас, можно сказать, совершенно незаметно. Ведь наши герои идут практически вровень по набранным баллам. И попеременно выходят вперед. То Карлос, то Зои. И это очень хорошо. Ведь сохраняет интригу в нашем забеге. Действие магнита у Карлоса было едва ли на половине. То есть еще половина времени была в запасе. Но Карлос смог подобрать новый магнит. И теперь может спокойно собирать все монетки, которые будут попадаться ему на пути. Но не только у Карлоса есть магнит. Зои также подобрала магнит. И сейчас ей везет еще больше. Она смогла подобрать реактивный рюкзак. И на небольшой промежуток времени может не опасаться врезаться в какое-нибудь препятствие. Удвоение баллов, из-за которого рисковал Карлос и его преследовал инспектор, приносит свои плоды. Карлос потихоньку снова начинает настигать Зои. И сейчас отрыв Зои по количеству баллов составляет всего 15 тысяч баллов. Ребята, вы знаете, я начинаю подозревать, что любимая плюшка Зои это чудо-кроссовки. Весьма интересное наблюдение. Ну что, ребята, всем привет. И сейчас, как вы догадались, прозвучат ваши долгожданные приветики. И сегодня первые приветики звучат девчонкам-именинницам. А именно, Анечке Войтымковой и Лерочке-красотке. Также от канала Страна и Гирлянде огромный приветик. Лизе Рягузовой, Александре Бариновой, Алене Семеновой, просто Соне, Кристине Гладышевой, Машке Стельмощу, Каролине Сорокиной, Варе и Алексею Горловым, Кевелиночке Бекмухаметовой, Жене Хоменко, Камиле Хадатской и ее подруге Ризе. Еще приветик Марии Островой, Анне Шевченко, Лене Арт, Кристине Чевычеловой, Настеньке Соболевой, Лиле Тютюнниковой, Балатбекну Раю, Даше Милашке, Константину Староверову и Соньке Киселевой. Также приветик Кариночке Куковой, Генаре Агмиулиной, Даше Андрюшиной, Алине Супаковой, Мурмяшный и пушистый приветик Каролине Сорокиной, Богачик Елене и Димьяни в Марии, Радужный приветик Полиночке Баранчихиной, Кудрябцевой Полине и Настеньке, Мухиной Насте и всему третьему классу Ермаковской школы. Лучезарный приветик звучит Полиночке Кисляковой, Рите Масаровой, Анюте Котик, Полине Черноковой, Анастасии Дориной, Поляковой Тане, Веронике Звездной, Якиной Софии, Алисе Черных, Анжеле Неоновой, Вике Кэтплей, Анне Беловой, Насте Хромцовой, Веронике Субботиной, Ирочке Аксеновой, Анечке Дорошенко, Клишиной Даше, Данилу Носову, Ане Иване Благих, Елене Мальковой, Яне Кушнит, Соне Рыбаковой, Софье Кутырь, Маше и Соне Красновым. Большой приветик Даше Печенко, Полине Ру, Кате Петровой, Кате Мур, Олесе ТВ и всей ее семье. Солнечный приветик Татьяне Скалоздри, Маше и Насте Бановым, Саше Про, Усенко Дарье и Усенко Ане. Также приветик Насте Абаш, Паше Русса, Карине Зайцевой, Кариночке Ващенко, Малдахановой Замилии, Анастасии Ильиной, Сашке Михайловой, Соне и Маше Красновым. Также приветик Ане Куликовой, Лене и Соне Красновым И отдельный приветик Марине. И последние на сегодня приветики Синельникову Арсению, Жасмине Камилхановой и Анечке Шевцовой. Ну а на сегодня, ребята, это прозвучали все приветики. Надеюсь, все остались довольными. Мы возвращаемся к игре. И наше соревнование продолжается. И вот Зои совершает ошибку и сходит с дистанции. На сегодня Зои заняла второе место. А какие же призы попали Зои? Это быстрый старт и еще мешочек с монетками, которых было не очень много, всего 242 монетки. И окончательный результат Зои 759 тысяч баллов. Но поздравлять Карлоса с победой еще рано. Ведь ему нужно побить результат Зои. Конечно, можно сойти с дистанции и посмотреть, сколько дополнительных баллов получит Карлос. И скорее всего их хватит для его победы, но нужно быть уверенным на 100%. Так что у Зои остается самый маленький шанс на то, что она все-таки сможет победить. Но это, конечно, навряд ли. Карлос, скорее всего, очень сильно переживает. И делает ошибку. Из-за нее его преследовал инспектор. Ну вот, Карлос смог отвязаться от инспектора и снова ошибка. Но самое главное, эта ошибка не была фатальной. И инспектор не смог споймать Карлоса. Ну вот, Карлос все-таки именно на трассе смог обойти Зои по количеству набранных баллов. И является победителем. Посмотрим, какие дополнительные призы у Карлоса. Это гитара. А также магнитофон. Ну что, ребята, на этом будем заканчивать. С вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok